Ребятки, рубрика вопрос-ответ. Ставлю, наверное, прямо во влог, потому что заждались ответы на свои вопросы. Так, пока у меня суп варится, я, может, пару раз отойду, там мешануть, посмотреть, он у меня уже доваривается. Осталось ещё буквально минут 15 и готов. Супчик варю Лена, любимый, куриный, с лапшой. Всё как полагается. Так, поехали. Тоня, Тонина. Тоня, Тонина. Юречка, а Женин отец относился к вам одинаково или только тебе перепадало больше всего? И сколько лет Виктору? Нет, Женин отец относился к нам, наш отец, я его отцом, как его называю, относился к нам не совсем одинаково и перепадало больше мне. Так, сколько лет Виктору? Сейчас, сейчас, подождите, сейчас. One moment. Честно, ребята, я запамятовала, я забыла, говорю, как есть. А что здесь такого? Ну, всё может быть. Сейчас мы спросим. Звонок другу называется. Звоним маме. Алло, мам. Слушай, у меня тут вопрос. Сколько Вите лет? Я забыла. Сейчас двадцатый. Нет, не двухтысячный, двадцатый сейчас. Ага. Будет шестьдесят два. Угу. Ясно, хорошо, всё. Так, говорю, вопрос у меня спрашивает. Всё, давай. Давай, давай. Витя и сам подзабыл немножко. Шестьдесят один, ребята, будет шестьдесят два. Витя. Так, дальше. Инна Курбатова. А, Инна Курбатова, кстати, попросила на её вопрос уже не отвечать. Она не дождалась. Что-то разнервничалась и так далее. Желаю вам спокойствия, мира и добра. Не надо нервничать. Не хотите, как хотите. Так, дальше. Саша Кук. Приветик. А у сестры и у тебя один отец? Привет, Саша. Нет, у нас разные отцы. Так, Гуля Бекназарова. Вопрос, Юльчик, можно к вам на Новый год? Можно, а чё нет? Все приходите. Юлечка, вопрос. Какие салаты будут на Новый год? Я уже отвечала где-то и в прямом эфире, и во влоге где-то отвечала. Стандарт. У нас всегда селёдка под шубой. У нас оливье, потому что это неизменный гость на столе новогодним оливье. Как же без оливье? И для Лены я делаю салат из крабовых палочек. Из салата, в принципе, всё. Ничего эдакого больше не будет. Стандарт. То, что нас любят, что едят. Так, Людмила Люка. Добрый вечер, Юляша. А насчёт вытяжки ты так и не ответила. Я заметила, что и у мамы тоже нет её. Уже много раз я отвечала насчёт вытяжки. Отвечу ещё раз, что я её не покупаю по причине того, что я вряд ли ей буду пользоваться. Она шумит. И мама по такой же причине не пользуется. Потому что, когда мы жили все вместе, ну, с родителями, у нас была вытяжка, и никто её не включал. Она гудела, шумела. Может быть, я не спорю, сейчас другие вытяжки какие-то там, тихие, бесшумные. Ну, вот как-то вот из детства у меня, наверное, идёт, что мы её, она у нас была, мы её никогда не включали, родители не включали. Поэтому, наверное, по этой же причине и у мамы, и у меня. Так, Анастасия Б. Юлечка, а у твоего родного папы есть другие дети? Они что, не хотят общаться? У моего родного папы есть. Дочка. Мы с ней общались одно время, когда я рассказывала историю, что я вот со своим отцом познакомилась. Через какое-то время я встречалась со своей сестрой, она меня немного младше. Вот. Мы общались. Я не помню, сколько точно. Наверное, может быть, полгода, год. Вот так вот. А потом как-то так вот всё прекратилось. Так. Андрюха Вдовин. Юль, у меня вопрос назрел. Смотрю, у вас полтора года, я ни разу не видела, чтобы вы покупали говядину. Вы её не любите или, может, я что-то пропустил? Блин, а я отвечала на этот вопрос? А что он у меня здесь? Или не отвечала? Или это у меня уже этот самый? Что-то мне казалось, что я отвечала. Ну, отвечу ещё раз. Говядину мы... Лена её терпеть не может. Вот. А мы больше как-то по свинине. И свинина дороже, чем говядина. Вернее, свинина дешевле, чем говядина. Говядина дороже. Вот. Мы как-то, ну, больше по свинине, не знаю. Хотя можем и говядину поесть, но больше нравится свинина. Вот так вот. Так. Татьяна Умнова. Это у меня Альма рядом косточку грызёт. Блин. Так громко. Ты бы шла на место. Давай, забирай и на место иди. Грызёшь мне тут. Щелкунчик. Татьяна Умнова. Здравствуйте, Юленька. Обошла меня и тут вот сидит. Вы не обидитесь, если я вам задам вопрос. Ваша мама, кстати, очень замечательная. Она хочет купить у вас камеру. А вы не можете подарить эту камеру маме на Новый год? Или для вас это дорого? С уважением, Татьяна. И тоже подобный вопрос у меня где-то уже был. Но раз задали, ещё раз, значит пропустили. Отвечу ещё раз. Мама хочет купить. Я маме камеру не собираюсь продавать. Это раз. Подарить я её, свою камеру я не могу, потому что мне не на что. Я сейчас на неё снимаю, а я на что буду снимать? Если я ей подарю, то у меня нет лишних 18 тысяч гривен, чтобы купить себе новую камеру. Ну вот так вот, в принципе, всё пока. Так, Наталья Лукина. Юля, у тебя очки кривые или у меня глаза кривые? Очки, да, у меня кривые. Ребята, ну я их недавно, кстати, мне посоветовали попробовать их разогнуть, погнуть. Я их более-менее выпрямила. Потому что были они у меня вот так, вот, да. О, более-менее я их сделала. У меня Альма их украла, погрызла и скривила. Поэтому, да, есть такая проблема. Так, Елена Кривошейна. Почему вы устраиваете девичники, когда нет Виктора и Сергея? Возможно, вы планируете выпуск со всей семьёй. Очень хочется увидеть вас всех вместе. Вы очень все позитивные. Спасибо, Елена, за вопрос. У нас на канале уже много видео, как мы отдыхаем всей семьёй. С нашими всеми родными и близкими, витинными, детьми и так далее. У нас есть такие выпуски. Вот, а кто не любит устраивать девичники? Все любят, мне кажется, девчонки посидеть, поболтать. И нам так нравится тоже. Так, ребята, помешала я суп, отключила. Всё, он уже готов, чтобы я не переварила. Так, поехали дальше. Так, так, так. Людмила Дорфичёва. Юлия, а у племяшки вашей какая с Леночкой разница в возрасте? Они далеко друг от друга живут. Так, у Лены с Полинкой разница 5 лет. Живут недалеко. Мы в одном микрорайоне, они рядышком в другом микрорайоне. Ну, то есть, ходьбы, я не знаю, минуты 3-4, наверное. Недалеко. Наталья Лукина. Юль, в Грецию я приехала отдыхать к маме. Она приехала на заработки в 1996 году, а я в 2020. Уже почти 21 год отдыхаю. Мама приехала на заработки в 1996 году, а я в 2020. Уже почти 21 год отдыхаю. Может быть, 2000 там вы хотели написать. Не было ли у вас мысли отдохнуть с группой по туристической путёвке где-нибудь за границей? Есть недорогие путёвки, и где бы вы хотели побывать? Ответ всех троих по отдельности. Ну, по отдельности троих не получится, сейчас всех звать не буду. Вот, именно по туристической, по групповой туристической путёвке. Нет, такой мысли у нас не было. И где бы мы хотели побывать? Я знаю, что все втроём мы хотели бы побывать во Вьетнаме. Вот. Так, дальше. Валентина, жизнь прекрасна. А нам можно посмотреть твоё первое видео, Юля? Нет. Я никогда никому его не покажу, потому что я там ловлю тупняк. Так, ещё Валентина спрашивает. Юлечка, всё хочу спросить. У мамы в прихожей на стене это что? Я имею в виду, где стены с коричневыми веточками. Это какие-то панели, на обои не похоже, будто стекло, что ли. На стену это обычные обои. Обычные обои с такими вот веточками. Просто они имеют эффект такой 3D, да. Поэтому кажется, что они такие выпуклые и на стекло похожи. Прикольные обои. Вот. Я уже говорила, что эту квартиру мамой с Витей взяли в марте. И всё, весь этот ремонт был сделан уже. Значит, это повезло. Вот это все обои были поклеены. В ванной ремонт и так далее. Они только поменяли, они сделали, удлинили кухню, убрали раму балконную, убрали дверь. Вот. И сделали ремонт на балконе. А так вот это всё предыдущие хозяева клеили вот эти вот обои и делали ремонт. Ну, прикольные, да, обои, конечно. Так. Татьяна Животовская. Юля, вопрос, ответ. А почему вы не хотите снимать на телефон качественный? Потом легче загрузить видео. Во-первых, привычка монтировать на ноутбуке, на компьютере. Потому что всё это крупнее и проще видно и так далее. На телефоне всё это очень мелкое и всё равно многие вещи ограничены. В плане по работе со звуком, с картинкой и так далее. Вот. Ну, в будущем, может быть, мы когда-нибудь возьмём качественный телефон. Но тот телефон, который качественный, подходит для видео на 100%, он стоит 1030 гривен. У нас сейчас таких финансов лишних нет. Так. Вероника Никитина. Юля, а в АТБ есть тележки, чтобы корзинку не таскать? Вероник, есть тележки, но у нас настолько маленькая АТБ. Вот в больших городах, вот тоже АТБ заходишь, вот Сельпо, да, вот эти вот наши ближние магазины. Там размах, они просто огромные. Хоть двумя, хоть тремя тележками между рядами можно проехать. У нас, если берёшь тележку, всё, все об тебя спотыкаются, там буквально вот одна тележка и проезжает. Невозможно, неудобно. Поэтому мало кто у нас пользуется. Они стоят в тележке, но мало кто пользуется. Да, если уже прям, да, оптово люди скупляются, то берут и то. Вокруг люди все ходят и возмущаются, потому что не проехать. У нас ряды узкие как раз вот на одну тележку. Так. И Вероника ещё спрашивает. Юля, я тоже вчера капусту тушила с курицей, всю съели. А Серёга уху не ел, да, зато вам больше досталась. Да, Сергей уху так и ни разу не съел ни одной тарелочки. Он к ней равнодушен. Он лучше поесть бутерброды. Ну вот, не хочется ему. Не хочется. Так, Евгения Кмитриева. Юля, а вы где работаете? Мы уже много лет работаем сами на себя. На дому работаем. Так, Инна Ка. Доброе утро. Юля, а я всегда листья капусты ложу в отдельный пакет и выношу к мусорному баку. Люди забирают в частный сектор для хозяйства. Может и вам так попробовать? Может как раз и дальше у меня что-то не это самое. Что как раз, я не поняла. К мусорному баку отдельно просто капустные листья. Я не думаю, что у нас кто-то будет забирать. Вот, частный сектор. Не знаю, я так не делаю. Я не замечала, чтобы другие делали. Так, Ирина Бадугина. Юль, ты не замечаешь? У тебя появилось это дурацкое выражение. Этот самый. Не в обиду. У меня очень много слов паразитов. У многих они есть. Кто-то замечает, кто-то не замечает. Я знаю, что у меня их много. Вот. И вот, и ну, и этот самый, и блин. Ну, что теперь поделать? Так и живу. Так и живу. Вот. Ну, не страдаю от этого. Ната, Ната. Юля, может купить себе новую курточку? А то ты в этой уже несколько лет ходишь. Ой, на вопросе девчонки насчет там курточек, одежды и так далее. Я уже так много раз говорила, что я к одежде вообще абсолютно безразлично. Ну, вот есть люди, которые любят, любят там шоппинги, любят там каждый день, там по 10 раз на день менять там какое-то что-то. Есть люди, которые каждый год меняют курточку. Им это нужно. Это им нужно. Им там проще жить. Там, я не знаю, что там. Поднимать настроение. Что угодно может быть. Альма, не копай. Что угодно может быть. То есть, каждый живет так, как ему нравится. Для меня не главная одежда. То есть, человек может быть одет, он оделся по последней моде. А кто-то скажет, фу, это там, это какашка, вообще не одевай. У кого-то другое мнение и так далее. Я никогда ни под кого не постраиваюсь. Живу так, как мне удобно, так, как мне нравится. И я человек практичный. Удобно мне. Вот я эту куртку обожаю, потому что я одела, я ее не чувствую. Я как вот без одежды, понимаете. Вот люблю я ее, поэтому я ее ношу до последнего. И меня вообще не парит, кто там что подумает и так далее. Вот. И многим я советую так и жить. Никогда не подстраивайтесь под кого-то. Кто-то что-то скажет. Кто-то что-то сказать может, если вы будете и в новой куртке. Все равно обосрут, понимаете. Если так вот заморачиваться, думать, то можно вообще не жить и вообще не дышать. Поэтому как бы мне удобно, мне нравится. Для меня это самое главное. Вот. А сколько я в ней лет хожу и каждый год для меня это вообще дело не десет. Ну для меня, я же говорю. Вам по-другому делайте так, как нравится вам. Максим Пятигорец. Родители молодцы. Коньячок, тортиков. Кого вы, Юля, такая? Какая? То, что я не пью коньяк или что? Уточните вопрос, я не поняла. Наталья Панибратская. Юля, у тебя насморк? Очень часто шморк-шморк. Да, ребята, что-то в последнее время у меня то там, то там не дышит. Может какая-то аллергия или что-то. Да, частенько у меня шморк-шморк-насморк. Не знаю почему. Наргиз Чернышова. Юля, мне показалось или нет? Раньше стоял стакан-палатка, а теперь другая. А, это возле АТБ. Да, кстати, не так давно у нас поменяли. Был такой прикольный стакан, ларечек в виде стакана. А сейчас его убрали и поставили другую палатку. Да, ну то же самое там продают, просто сменили, расширили они как бы свои объемы. Да хорош ты с этой косточкой, господи. Альмака, собака. Так, Устин Акимыч. Эх, это моя самая любимая погода. Хорошо у вас. Это у вас такая зима всегда, а у нас сейчас минус 17 градусов. Мороз, колотун. Да, у нас зимы практически всегда такие бесснежные, таких больших. Ну, максимальный минус, который у нас бывает, но это было там сколько лет назад, у нас было, по-моему, или минус 15, или минус 20. Бывало такое, и то это для нас, для нашей региона вообще что-то, у нас там и обледенение называют. О, что случилось, обледенение и так далее. Нафиг, и воды нет, и того нет, потому что трубы старые, все начинает там лопаться, все лететь, крошиться. Вот, ну то есть у нас очень редкость большая. А так у нас в основном там, ну, минус 5, минус 3, там, ну, если минус 10, то это вообще вот все так вот замерзаем. Вот, ну да, у нас такая у нас зима. Дальше, Оксана Емчик, Юля, доброго дня. Скажите, будь ласка, а счет у вас за магазин склад чистоты? Склад чистоты, это недалеко от АТБ, я ходила, да, видно, в кадр попала. Склад чистоты, продаются там моющие, чистящие средства, плюс шампуни, там, туалетные бумаги, порошки, всякое такое, магазинчик такой. Ну, я туда не хожу, мне как-то он не очень нравится, не знаю. И там, кстати, постоянно как не зайдут, там никогда народу нет. Один-два человека и пусто там всегда. Как они вообще выживают, не знаю. Так, дальше, Лена Бирюкович, Юля, а когда ты оденешь шапку? Когда будет мороз, когда будет холодно. Татьяна Романская, Юля, как ваша сестра Женя относится к тому, что мама Лена открыла свой канал? Я задавала этот вопрос твоей маме, она не отвечает на комментарии. Может, она не знает, как ответить? Юля, ты научи, пожалуйста, маму отвечать на комментарии, спасибо. Да, мама там особо не разбирается, вот. Ну, я ей показала, даже нескольким человекам, людям я видела, она там что-то там ответила. Ну, как бы, мама занята, видно, у нее не хватает времени отвечать на все комментарии. Вот, на этот вопрос, как Женя относится к тому, что мама открыла свой канал, канал негативно. Негативно относится. Дальше, Ольга Коваль. Юля, привет, а ты далеко живешь от мамы? Ты сказала, сейчас бегаю к маме, наверное, с шаговой доступности. Так, Юля, а ты показывала, как готовила тортилью, на вид показалась аппетитной. Захотелось попробовать, ты что вообще? Так, давайте по порядку. Далеко ли я живу от мамы? Нет, тоже соседний микро-район, пешком минуты 3. Минуты 3 я у мамы. У нас город маленький, у нас всего город от края до края за 15 минут обойти можно. Поэтому, как бы, все в шаговой доступности живем. Так, насчет тортильи, на канале есть рецепт, можете посмотреть, как я готовила. Так, и последний вопрос. Елена Шапка спрашивает. Привет из Запорожья. Юленька, очень люблю смотреть ваши видео, а теперь и видео с вашей мамой. Мама рассказала историю знакомства с Витей. А вы как познакомились с Сережей? Если можно, расскажите, пожалуйста. Это будет длинный рассказ. Этот вопрос у нас очень часто на канале, поэтому отвечаю так же, как и всем. Ребята, на канале есть уже видео. Оно так и называется «Как мы познакомились». Заходите на наш канал, в правом верхнем углу есть такое окошко, куда вписать поисковая строка. Вводите «Как мы познакомились». Нажимаете «Поиск» или «Энтер» на клавиатуре, и вы попадаете на видео. Можете посмотреть и послушать, мы там все рассказывали. Так, все, ребята, вот так вот немного, чтобы вам не устали выслушать. То есть вопрос, четкий ответ, и поехали дальше. Потому что надо еще там кое-что приготовить, и Леня завтра в школу. Вот, с ней надо еще время провести, потому что что-то полдня я то там, то здесь, и как-то ребенку времени не этот самый. Я пойду с ней посижу. Все, ребята, всем спасибо. Пишите, задавайте ваши вопросы, лайки. А я пошел. Та-дам, мамочка. Та-да-да-дам. У нас ужин, ребята. Ужин, да, провели мы прямой эфир, ребята. Пробовали, мы тестировали, потому что поступила информация, что это может быть дело в моем телефоне, в моем смартфоне может обрываться, Wi-Fi теряться. Вот, поэтому провели эфир с ленового телефона. Замечательно, все прошло. Вот. Попробовали тут же, провели прямой эфир с моего телефона. Замечательно, все прошло. Может, какой-то глюк был с интернетом? Может быть, не знаю я. Посмотрим, что, как будет дальше. Но, правда, если раньше у нас было насыщено устройствами, работал Lennon телефон, при этом, при всем еще, ну, потому что мой телефон вещает прямой эфир, я могла еще ноутбук включить, у тебя компьютер там, да? То есть, много устройств было. Ну, телевизор старались отключать, тоже смарт-тв, тоже по Wi-Fi. Вот, в этот раз одно устройство было подключено и нормально. Ну, посмотрим, посмотрим. То есть, получается, завтра не надо мастерам звонить, а что, пока прямые эфиры проведены, нормально. Интернет работает. Да, дальше будем посмотреть, будем следить. Скорость нормальная. Да, да. Что было? Кто-то написал в комментариях прямой эфире, что может быть такое, типа новый роутер, он бывает до двух суток там самонастраивается что-то. Может быть, что-то, дай бог, дай бог, может, что-то там произошло. Потому что этот роутер имеет две частоты, там 2,4 Гц и 5 Гц, и он сам как-то распределяет, какие устройства куда кинуть, там что-то какая-то, ну, я не соображаю так примерно, говорю. Может, что-то он перенастроил, что-то сделал там, не знаю. Ну, классно, нифига не зависало, все слова слышно, ничего не это, ну, классно. Тогда другое дело. Ты довольна, мамочка. Да, я довольна, да. Два прямых эфира, почти часовых получилось. Ну, да. Обалдеть. Всем спасибо, кто зашел, мы сегодня обсуждали густые темы. У меня желудок, конечно, вот так вот сжался, сжался, нельзя говорить о еде на голодный желудок, мне было очень тяжело. Я сейчас буду есть. Так, а на ужин мы кушаем куриный суп с лапшой, Леннон любимый, и мы тоже с Лывольцем его кушаем. Да, да. Вот делаем без зажарки, просто лук, морковь, чисто такой нежирный супец. Ну, правда, Сергей еще майонез вон бабахает себе. Вот он тут. Ну, привычка. Да. С детства. Да. Собака тоже покушала, довольна. А папа наказывал, потому что ты писала. Она нассала прямо. Поэтому и уши, видишь, так вот. Нельзя так делать. Назад. Ага. Смотри, а то сейчас Астраха еще и тут ссыканет. Все, она сдалась. Ой, сдалась. Все. Не виновата я. Так, и к супу у нас что? Просто колбаска, сало, лучок, вот острый перец есть и хлеб. Ребята, все по-простому. Смотрим телевизор. Мы всегда под ужин, и не только под ужин, и завтрак, и обед у нас проходит с телевизором. А потому что больше никто... В другое время мы его не смотрим. Да, в другое время вообще не смотрим. Только вот за... Как раз, ребята, и блогеров всех смотрим по телевизору. Только вот есть время, да. Да, такой. Поэтому у нас... Поэтому не пишем комменты. Частенько, да. А мы уже, да, если смотрим, какой-то блогера какого-то... Ты же на телевизоре не напишешь, да. Чтобы написать, открыть телефон, найти этого блогера, найти... А мы едим в это время, да. Короче, да. Вот полчаса едим, полчаса едим. Так что не обижайтесь, ребята, если это самое... Мы смотрим и... То есть по телевизору там не напишешь комментарии, да. И знакомых блогеров смотрим, но просто комментарии нам некогда писать. Мы поели опять за какую-то работу все. Потому что по телевизору, да, смотрим. Все. Всем спасибо. Заходите в гости, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока, до завтра. Пока-пока, ребята. Пока-пока, ребята.